МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники турнира играли дома, а также на базе компьютерного клуба. В каждой команде было по пять человек. Для ХИМОК это новое перспективное направление. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично поздравил юных киберспортсменов и пожелал им успехов. Второй год подряд проходит это замечательное мероприятие, на мой взгляд. И мы даем возможность талантам развиваться. 32 команды, 192 наших ученика соревновались. Конечно, победили сильнейшие. Вы можете на нас рассчитывать, мы будем вас в этом поддерживать. Мы прекрасно понимаем, что такое киберспорт. Мы знаем, что за ним будущее. Награждение проходило в зале музейно-выставочного комплекса «Артишок», где собрались лучшие киберспортсмены. Я вас поздравляю, как всех участников, в том числе и победителей, в первую очередь. И думаю, что круг, заинтересованных в этом спорте, будет у нас в этом расширяться. Торжественный момент – объявление призеров и победителей. Почетная бронза досталась команде «Этернл» школы номер один. Еще одно третье место присудили команде с оригинальным названием «Душнилы». Это ребята из девятой гимназии. Серебро досталось команде «ТН Спортс» из школы «Триумф». И второй раз победителями турнира стали школьники из аэрокосмического лицея – команда «Аквивер». Мы в целом очень долго к этому шли, ждали, и вот, наконец, медаль. Наверное, нам помогло то, что мы не сильно волновались на самом турнире. То есть мы относились к этому достаточно спокойно и без каких-либо лишних эмоций. И я думаю, это спокойствие нам помогло вырвать третье место. Меня пригласил мой одноклассник. У нас было соревнование за место в команде. Я как раз таки обырала и прошла. Я была рада, что второе. Конечно, жалко, что не первое, но все равно это достойно. Владимир Никольцев, капитан команды победителей, уже опытный игрок, рассказывает, что первое место досталось в непростой борьбе. Признается, к турниру готовились серьезно. Конкуренты у нас были действительно достойные. Как в прошлом, так и в этом году мы играли с одной и той же командой в финале. Поэтому они попытались взять реванш, у них не получилось. Мы очень долго готовились к турниру. На протяжении целых двух месяцев у нас были как теоретические занятия, так и практика вместе в пятером. И именно наше упорство, огромное количество подготовки помогли нам уже во второй раз одержать победу. Как отметил глава ХИМОК, турнир «Битва школ» сделают ежегодным. Аквивер чемпионы! Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.